Привет, друзья! Я рада вас приветствовать на YouTube-канале агентства недвижимости в Испании AlexHomeInvest. Меня зовут Лариса, и сегодня мы находимся в Сан-Мигель-де-Салинос. Это город на юге побережья Коста-Бланка, для того, чтобы познакомить вас с шикарным проектом новых вилл от застройщика. Предлагаю начать знакомство с проектом с участка. Все участки имеют размер от 350 до 450 квадратных метров, и застройщик их сдает полностью укомплектованными, оборудованными, как вы видите в этом видео. То есть на каждом участке у нас уже устанавливается готовый бассейн, и также застройщик делает преинсталляцию для установки системы для подогрева воды, чтобы вы могли использовать его круглогодично. Также у нас имеются раздвижные ворота для въезда вашего автомобиля, имеется подсветка и полное ландшафтное озеленение. И хочу более подробно вам рассказать про район. Сан-Мигель-де-Салинос считается таким респектабельным местом, то есть в плане недвижимости вы здесь увидите в основном виллы современного стиля, в основном они все новые. Также имеются дома традиционного испанского стиля, и практически здесь нет многоквартирных домов или урбанизации именно с квартирами. То есть место и соседство очень приятное, и вы будете чувствовать здесь себя максимально комфортно. С точки зрения инфраструктуры и сам город Сан-Мигель-де-Салинос имеет всю необходимую инфраструктуру в виде супермаркетов, магазинов, ресторанов, кафе. Также здесь есть школы, и также вы можете доехать до крупного соседнего города Теревьеха. На машине эта дорога займет буквально 10 минут, и уже Теревьеха обладает абсолютно всей инфраструктурой крупного города. Итак, предлагаю вам познакомиться с виллой внутри, как все это будет выглядеть. Нижний этаж у нас распланирован в просторную кухню-гостиную. У нас кухня открытого американского типа. Также на первом этаже расположена спальня и ванная комната. Площадь именно кухни-гостиную у нас более 33 квадратных метров. То есть здесь очень много пространства, много света, благодаря угловой оконной системе, панорамное остекление с возможностью выхода на свою террасу и уже выхода к бассейну. И гостиную у нас распланирована. Здесь у нас мягкая зона, зона отдыха с телевизором. Далее зона столовая. Здесь у нас размещен стол на 4-6 персон. Здесь спокойно могут поместиться. И угловая удобная кухня. Застройщик сдает полностью укомплектованную кухню. То есть здесь уже в стоимость включена вся бытовая техника. Она встроена. Она фирма Балай. Это семейство Бош высокого качества. И здесь есть и микроволновая плита, и духовой шкаф, электрическая варочная панель, вытяжка, посудомоечная машина, двухкамерный холодильник. Посмотрим гостевую спальню на первом этаже. Ее площадь 12,5 квадратных метров. Вообще все спальни от 12 до 16 квадратных метров в этой вилле достаточно просторные. Здесь у нас двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, встроенный шкаф. И также имеется небольшое рабочее место, что очень удобно. В спальне также по всему углу у нас установлены раздвижные оконные системы. Качественный пол. То есть из всех комнат, что из гостиной, что из спальни на первом этаже, вы можете попасть на свой участок. И мы с вами поднялись на второй этаж. Он распланирован в две спальни, одна из которых мастер спальня и ванную комнату. Предлагаю начать с основной мастер спальни. Ее площадь 16 квадратных метров, достаточно просторная по испанским меркам. Мы заходим. Мне очень нравится, как зонирована зона отдыха, где вы будете спать от гардеробной зоны и своего приватного санузла. То есть зонирование у нас сделано с помощью такого удобного предмета мебели с дополнительными местами для хранения. Здесь у нас установлена двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки и панорамное остекление, раздвижные оконные системы. И вы можете уже попасть в просторную террасу. Она объединяет две спальни. Действительно очень много места. И, конечно же, отсюда открывается прекрасный вид на розовую лагуну и на море. Вторая спальня подразумевается, что это будет детская. Здесь установлены две односпальные кровати, между ними прикроватная тумбочка, встроенный шкаф. Хочу обратить внимание на цветовое решение фасадов. То есть здесь не под дерево, а под такой мокрый бетон, под камень. Мне очень нравится, выглядит необычно. И также с выходом на просторную террасу. Обратите внимание, что во всем доме установлено воздушное центральное кондиционирование. То есть в каждой комнате вы можете устанавливать комфортную температуру. Предлагаю вам посмотреть вторую ванную комнату на втором этаже. Здесь она оборудована душевой системой. Достаточно много места во всех санузлах в этой вилле. Они достаточно просторные. Каждый имеет окно для проветривания. Здесь у нас раковина, унитаз, зеркала. Застройщик сдает все санузлы полностью укомплектованные, как вы видите в этом видео. И также все санузлы оборудованы электрическим теплым полом. Хочу обратить также внимание на такую незначительную, но важную деталь. То есть застройщик заботится о будущих резидентах этой виллы. Допустим, смесители установили здесь, а не как обычно рядом с лейкой для душа. То есть вам не придется мочить руки. Пока вода нагреется, ждать вы здесь. Открываете воду и потом уже заходите в душ. И мы поднялись с вами на третий уровень. Это эксплуатируемая кровля солярия. Ее площадь 24 квадратных метра. На самом деле это опциональное предложение. То есть вы можете снизить стоимость виллы за счет того, что исключите солярий, если вы понимаете, что он вам не нужен, что вам достаточно места на самом участке и на нижней террасе. Но в целом застройщик выводит все коммуникации на солярий. Так что вы можете здесь также установить какую-то джакузи, барбекю, использовать как дополнительное функциональное место. И, конечно же, отсюда будут открываться максимально красивые виды. И мы с вами спускаемся в цокольный этаж. Это также опциональное решение. То есть вы можете выбрать виллу, выбрать проект без цокольного этажа, и тогда это снизит стоимость. Либо оставить цокольный этаж. На самом деле это очень удобное функциональное место. Здесь выполнена вся гидроизоляция, то есть это жилые помещения. И их используют под дополнительные места для хранения, как кинотеатр, как тренажерный зал. То есть на самом деле по своему усмотрению собственники уже планируют цоколь. И если вы оставляете цоколь, то аэротермия у нас, система нагрева, в данном случае это Арестон на 200 литров, он располагается здесь. Если вы выбираете проект без цоколя, то тогда он размещается в техническую галерею на нижнем этаже. Итак, друзья, предлагаю подвести итоги к нашему просмотру. Мы посмотрели с вами абсолютно новый интересный проект от застройщика вилл в Сан-Мигель-де-Салинос. И на сегодняшний день вы можете приобрести здесь виллу по цене от 574 тысяч евро. Это базовая цена, самая нижняя. Цена может возрасти, если вы выбираете уже солярий, либо выбираете цокольный этаж. Также опционально вы можете выбрать систему теплые полы по всему дому. Как я говорила, базовый застройщик делает теплые полы только в санузлах. Если вас заинтересовал этот проект, обязательно пишите нам на WhatsApp, Telegram или звоните. Я вам уже вышлю всю полную информацию вместе с экспликацией по материалам по данному проекту. И проведу для вас уже очный оффлайн-показ. И также вы можете посещать наш сайт. В описании к YouTube-каналу есть адрес нашего сайта, где вы увидите больше предложений, больше вилл. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые актуальные обзоры. И с вами мы увидимся в следующем просмотре.